Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании Амаркетс, на связи Роман Корнев и еженедельная аналитика по моей торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Итак, поехали. Посмотрим новости. Что у нас по новостям сейчас? Сегодня у нас, ну уже все прошло, собственно говоря, вечер, да ничего особенного в принципе и не было. Так, 1 февраля, это мы прошли, 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 уже у нас ничего тут не будет. Так, ну торговый баланс по Бразилии нас особенно не интересует, индекс занятости тоже не особо важная новость. Ну завтра глянем, что у нас здесь есть. Уступление члена федерального комитета. Бывает ночью новости такие, дергают рынок. Ну, не это, наверное. Так, заявление резервного банка по процентной ставке Австралии. Да, может быть, вот 8.30 по нашему, по Екатеринбургу. Да, волатильность, наверное, увеличится. И аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии тоже такая хорошая новость. Но на самом деле я знаю, что очень сильно увеличится волатильность по 30-летним облигациям. Помню, Германия, например, очень сильно двигала рынок. Вот, и 10-летние, не знаю, посмотрим. Ну, надо учесть. Вот, и, кстати, не забываем, что на этой неделе у нас лонфарм будет в пятницу. Вот, хорошая новость. Так что для скальперов самое то. Вот. Ну и ВВП по евро, да, вот годовое, это, скорее всего, лучше что-то волатильное. Все, для себя можно пометить. Остальное так себе. Все, ну, больше, чем на день-два я бы рассматривать. Смысла особого нет. Пойдем дальше. Что у нас по терминалу? Так, посмотрим. Евро-доллар сегодня. Так, уровень сопротивления у нас, в принципе. Достаточно глобальный. И уровень поддержки. Я думаю, его на полнедели хватит точно. Вот. Что тут еще можно отметить? Можно, кстати, отметить, что тут вот, есть такой внутренний уровень. Вот. Который сегодня, кстати, уже отработался. Вот. Но я его по фунту отработал. В конце видео покажу сделочку. Вот. По евро было, но и по фунту тоже было. Вот. Значит. Можно еще вот здесь вот наметить. Тоже нисходящую вот эту вот тенденцию. Тоже хорошая зона здесь будет у нас. Вот. Так что, в принципе, по евро у нас достаточно много целей. Да и после того, как он ушел вниз, евро, ушло евро. Вот. Возвращается оно опять достаточно вот снизу. Она тут, скорее всего, тоже еще разочек работает. Так что, надо быть внимательным. Вот такие рекомендации. Дальше. Еврофунт. Еврофунт. Кстати, хочу сказать по еврофунту. В пятницу очень хорошая наблюдалась волатильность. Вот. Могу поделиться своими, скажем так, наблюдениями. Сейчас скажу. Так. Ну, здесь вот так, наверное, я бы начертил. И вот это тоже. Да. Уже отработалось. Но, в принципе, она еще, я думаю, будет жить. Какое-то время, может быть, еще отработает себя. Наверное, вот так. Пожалуй, пока все. Да. Вот, значит, по фунту. Очень хорошо по еврофунту, точнее, по еврофунту отрабатывать скальпинг. Вот можете присмотреться реально. И даже можем вместе статистику подвести. Я буду изучать этот момент. Когда, значит... Вообще, еврофунт такая опасная. Опасный кросс. То есть, когда он, скажем так, он может долго стоять во флете. И это хорошо. Но в какой-то момент может полететь в какую-то одну сторону. Это тогда, когда евро и фунт, соответственно, начинают в разные стороны идти. Это очень опасный момент. Но в тот момент, когда повышается волатильность по доллару конкретно, и евро и фунт, по сути, стоят на месте, а доллар колбасит, еврофунт начинает делать очень много движений просто на месте. И вот если посмотрим на конец пятницы, да, вот рекомендую вам все такие моменты находить, вот те, кто именно скальпинг любит, вот, то вы просто поймете, что это очень хороший потенциал. Сейчас прям на минутке, да, посмотрим. Вот, смотрите, что происходило. Вот. Представляете? То есть, это какой-то безумный флет просто был. Я даже не знаю, как его начертить тут. Но это, в принципе, не важно. То есть, цена, она постоянно ходила вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. То есть, это очень... Тут большая вероятность того, что цена развернется постоянно. Где бы вы ни открыли сделку, она все равно вернется обратно. Главное, что из флета, она не пойдет резко куда-то. А это происходит только тогда, когда именно евро и фунт стоят на месте, а доллар очень сильно двигает. То есть, получается, точнее так, надо, чтобы вы поняли. То есть, евро и фунт, они ходят в одну сторону. Они начинают динамично ходить в одну сторону из-за того, что их доллар двигает. То есть, он их двигает то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И вот тот факт, что они ходят вместе, порождает на евро и фунте вот эту расческу. Это для скальперов золотое дно. Вообще, в принципе, если вовремя это определить, то можно неплохо на этом зарабатывать. Вот. Так что, вот я в пятницу поработал. Наблюдаем дальше. Посмотрим еще. Значит, канадец. Так, здесь мы смотрим. Так. Уровень поддержки. Так. Ну и что-то тут было. Вот. Ой. Нет. Ну, хотя, да, кстати говоря, можно сказать, даже горизонтальный. Теперь уже. Какой-то такой уровень. Может, он еще какое-то время будет работать, да. Но вот, по всякому случаю, уровень поддержки и сопротивления здесь точно проработается. Да, можем на них рассчитывать. То есть, на эти зоны. На эту зону. Вот. Идем дальше. Франк. Франк вообще пробил канал какой-то свой, локальный. Вот, можно сказать, вот как-то так. Вот, да, вот у нас было, то есть, три точки вот этих. Вообще, тут, в принципе, широкий канал сопротивления. Вот. И в итоге он был пробит. Вот. Даже вот еще. Вот, все. Пробит. Теперь мы просто спокойно ждем, когда цена придет сюда и здесь будем покупать. Все, ждем зеркального уровня. Ну и также, да, внизу. Там, конечно, не скоро он вернется, но, тем не менее, тут есть что подождать. Вот. Пока так. Более точно, тут ничего такого, например, вкусного нет. Вот. Ну и по фунту, да, я обещал показать. Вот. Смотрим, что у нас тут. Сверху у нас толком ничего нет. Вот. У нас только-то слишком резкий спуск. Не знаю, даже пока его рассматривать не хочу. Вот. Но зато у нас сегодня вообще шикарно отработался зеркальный уровень. То есть вот в этой зоне вот я зашел в сделку. И, можно сказать, отработал тут 80 пунктов. Вот. Это прям вот начало дня, можно сказать. Ну, как середина дня. Такая вот уже активная. В принципе, он даже два раза отработал. Ну, тут уже, скажем так, менее вероятно. Такая была сделка. Вот сейчас он топчется опять в нижнем уровне. Вот. Здесь, по сути, он тут уже все испортил. Поэтому этот уровень уже, наверное, не будет рабочим. Но если цена уйдет вверх, то можем проработать уже вот такой уровень. Но это должна наверх идти. Сейчас пока это все достаточно мифический. Вот. Так что пока фунт еще будет только формировать какие-то уровни. Вот таким образом. Все. Желаю удачной и успешной недели. Заходите на мой канал. Там в четверг будет продолжение. Ссылка будет в описании. Все. Всем успешной торговой недели. До встречи. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok